Приветствую всех, с вами Михаил. В модельном ряду наушников HyperX осталось не так уж и много моделей, которые я еще не тестировал. Поэтому, если вы ищете любые наушники HyperX, можете смело вводить в поиск YouTube мой никнейм и название этих наушников. А сегодня у нас модель, которую просили очень долго. Она уже не новая на рынке, но попасть ко мне в руки она никак не могла. HyperX Cloud Mix Но сначала хочу напомнить, что вот здесь появилась сейчас картинка. А в конце ролика, если ты хочешь выиграть колонки, не забудь заглянуть в описание этого видео. И да, у нас новая мини-рубрика, она называется «Вместо рекламы». В этой рубрике я вам буду рассказывать про всякие интересные штуки, которые позволят мне заработать, но за которые не стыдно. И вместо рекламы сегодня FPS Monitor. Кстати, FPS Monitor разработал ваш покорный слуга. И это лучшая программа, которая позволит вам следить за компонентами вашего компьютера. Память, нагрузка на процессор, видеокарту, интернет-соединение. Все, что хотите. С выводом подробной статистики на экран и в играх, и в рабочих приложениях. Скачивайте, покупайте. FPS Monitor имеет множество положительных отзывов в том же самом Steam. Ну а теперь непосредственно к обзору. Наушники HyperX Cloud Mix очень интересное устройство. Хотя бы тем, что оно стоит не намного дороже, чем Cloud Alpha S. Но при этом оно не имеет проводов. Ну то есть по проводу их тоже можно слушать, но можно и без провода. Поэтому сейчас мы будем слушать, как эти наушники звучат с проводом и без проводом. И вы попробуйте услышать разницу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Послушали. Ну а теперь напишите в комментариях, удалось ли вам услышать разницу. А мы тем временем сейчас послушаем, как эти наушники звучат в сравнении с Cloud Alpha S. Только, пожалуйста, не забывайте, что и в одном, и в другом случае мы говорим о перезаписи. И потери по качеству, к сожалению, неизбежны. Ну, по крайней мере, по сравнению с исходным файлом. Тем не менее, слушаем. КОНЕЦ КОНЕЦ А теперь традиционно разбираем амплитудно-частотную характеристику. Что можно сказать, взглянув на АЧХ? Белая линия, вы знаете, это файл. И теперь смотрим наушнички. Зеленая линия. Это подключение по проводу наушников Cloud Mix. Как мы видим, все очень-очень ровненько. На басах низкие вот частоты. Серединка очень-очень ровненько. Следим за зеленой линией. Есть небольшой вот в районе 6 дБ провал на начале высоких частот. И высокие частоты, в общем-то, достаточно далеко держатся. Уходят за пределы человеческого слуха. И, в общем, все хорошо. То есть, даже снижение вот это вот, ну, сравнительно небольшое. На фоне даже более именитых наушников других фирм. И в целом, как бы, даже не игрового сегмента. Это очень все хорошо. Теперь давайте посмотрим по проводу. Красная линия. То же самое. Те же самые наушники, только по безпроводу. И что мы видим? В принципе, очень похожие басы. Но вот здесь вот, в районе саб-баса, нижнего баса, мы его имеем еще больше. Я, честно сказать, сомневаюсь, что это достигнуто путем, там, каких-то невероятных мембран и так далее. Скорее всего, такой вот тюнинг, конкретно процессора, который стоит внутри этих наушников. Но, тем не менее, смотрим дальше. Басы все очень хорошо. Есть небольшой спад на средних частотах. И, в общем-то, здесь на верхах все то же самое. Все очень хорошо. Единственное, какой вывод можно сделать по сравнению между проводным и беспроводным подключением, это в том, что на беспроводном подключении чуть-чуть больше басов. Во всем остальном плюс-минус одинаково. Ну и давайте теперь все это сравним с нашим эталоном Альфа-С от тех же самых HyperX. Это фиолетовая линия. Как мы видим, у Альфа-С чуть меньше басов, такая же великолепная серединка и такие же отличные верха. За исключением вот этой вот просадки. Видимо, здесь какой-то стык частот идет. Но, тем не менее, все это звучит хорошо и там, и там. Я могу сказать, что в целом Альфа-С не сильно, скажем так, за счет своего проводного подключения лучше оказалась, чем миксы. Но мы сейчас говорим только про АЧХ. Если говорить про детализацию и общее впечатление о звучании, которое, к сожалению, мне очень сложно передать на словах, я бы все-таки выбрал, наверное, Альфа-С. Как мне кажется, что в них звук какой-то более раздельный, более акцентированный, отдельно стоящий инструмент и так далее. Выигрыш, я думаю, что особой разницы вы не заметите. И ко всему этому в плюс хочу сказать следующее. Если вам вдруг покажется звучание Альфы, Альфы-С или микс, или практически вот любых старших наушников от HyperX, просто сделайте немножко акцент на низах и на верхах и чуть-чуть опустите середину. Так звучание будет немножко повкуснее. И я думаю, что вам это тоже понравится. А такой вот аналитичный звук, да, умею делать и в игровом сегменте. Смотрим на него прямо сейчас. Да, кстати, обратите внимание, что когда мы слушаем музыку, а не разбираем АЧХ через свифайл, разница на басах и на высоких частотах практически отсутствует. Посмотрите, как линии, белая линия, красная линия, зеленая линия, прям практически идеально повторяют друг друга. И отличия есть в основном только на высоких частотах. Причем во всех двух примерах. И с проводом, и без. Для того, чтобы закончить объективную часть этого видео, нам осталось послушать, как звучат эти наушники через микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так звучит микрофон гарнитуры HyperX Cloud Mix, подключенный в беспроводном режиме напрямую к компьютеру по Bluetooth. Ну, а теперь давайте посмотрим на эти наушники поближе. И для этого нам надо снять вот эту вот пленочку. Наушники выглядят вот таким вот образом. На самом деле, очень похожи на те же самые Cloud Alpha S. Только чуточку покомпактнее. Микрофончик стандартный отсоединяется. Сюда есть возможность подсоединить провод. Если вы хотите послушать эти наушники по проводу, ну, например, когда они сели. Что касается всего остального, то традиционно HyperX делает очень надежную, очень качественную конструкцию, которая, к тому же, как вы слышите, абсолютно не люфтит и так далее. По мягкости там и всем остальным делам даже говорить не буду. Здесь все в полном порядке. Органы управления, думаю, что догадаетесь прекрасно сами. Кнопочки регулировки громкости, кнопочка включения-выключения и порт для зарядки. Ничего лишнего. Все так, как нужно. Это реально хорошие наушники. И, как вы видите, они достаточно стильные. Поэтому их можно будет совершенно спокойно использовать и в качестве такой гарнитуры, которую можно взять с собой, допустим, в метро. Ну вот скажите, разве вам будет плохо в таких наушниках ехать где-нибудь в общественном транспорте? На мой взгляд, совсем нет. Это хорошие наушники. По регулировкам и так далее тоже никаких сложностей даже на моей большой голове. Подводя итоги, вы меня спросите, какие наушники ты, Миша, оставил бы себе? Я вам отвечу следующее. Alpha S звучит несколько лучше, чем Cloud Mix. Но это несколько, это примерно вот столько. А как вы считаете, возможность послушать наушники без проводов, в том числе на улице, со смартфоном, в конце концов, просто не будучи привязанным вот этой вот самой веревкой, это вот столько? Нет, я думаю, что это гораздо больше. Поэтому лично для себя, пожалуй, я выбрал бы все-таки Cloud Mix. А ведь когда-то я говорил о том, что, скорее всего, эти наушники вышли неудачными. И именно поэтому хайпера все никак их не зашлет. Вот они у меня очутились. И я должен сказать, что это вполне удачная модель. Моя задача в данном случае лишь сузить огромный круг наушников, которые сейчас есть на рынке. Выкинув модели, которые точно не стоит даже рассматривать. И показав вам, так сказать, в лучшем виде, те наушники, на которые стоит обратить внимание. Традиционно я хочу поблагодарить спонсоров канала. Вас немного, но все мы в тельняшках. Именно вы помогаете выпускать эти видео такими, какие они выходят. Если вам нравятся видосы, если вы еще не спонсор, это недорого. Подписывайтесь. Кнопочка прямо под видео. А я вам говорю пока, но не прощаюсь надолго. Если вы здесь впервые, подписывайтесь. Даже просто так, не обязательно со спонсорской подпиской. Но не забывайте поставить лайки и написать комментарии. С вами был Миша. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok